Я Рик Реннер, и сегодня я нахожусь в древнем городе Ефесе, в церкви, которая была построена после 313 года от Рождества Христова. Ефесская церковь была удивительной. Они переживали необычное действие Божьей силы. В 19 главе Деяний говорится о том, что Божья сила высвобождалась в этом городе. Люди получали спасение, крещение Духом Святым, начинали говорить на языках. Бог действовал, Бог двигался здесь. И все же Павел пишет в церкви в Ефесе, Ефесянам 5.18, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Конечно, люди пьют вино, потому что им нравится воздействие. Под влиянием алкоголя они начинают по-другому думать, по-другому себя вести. Они меняются не в лучшую сторону. Алкоголь влияет на поведение. И Павел пишет в церкви в Ефесе. Он пишет это мне и вам. «Не пейте вино, чтобы быть другими, но лучше исполняйтесь Духом». Точно так же, как люди могут оказаться под воздействием алкоголя, и они меняются, точно так же можно исполняться Духом. И меняться. В греческом написано «постоянно исполняйтесь Духом». Когда мы наполняемся Духом Святым, мы меняемся. Мы под Его воздействием. Это влияет на то, как мы мыслим, видим, слышим, говорим. Святой Дух меняет нас. Мы под властью Святого Духа, под Его управлением. Мы не должны лишь один раз пережить, и потом все. Нет. Мы получаем крещение Святым Духом, и затем, Павел пишет об этом, «мы должны постоянно быть наполненными Святым Духом». Вот в чем смысл отрывка Ефесянам 5.18. Думаю, Ефесская Церковь очень много исполнялась Духом Святым. Бог действовал здесь, и она на протяжении сотен и сотен лет была сильной. Ефесские христиане серьезно принимали слова Павла о постоянном наполнении Святым Духом. Хорошо, что у нас есть первоначальный опыт, но потом мы должны постоянно исполняться Духом. Об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что сегодня вы с нами, и мы продолжим говорить о исполнении Святым Духом. В этой программе мы поговорим о преимуществах наполнения Святым Духом. Мы изучим слова Павла к Ефессианам в пятой главе его послания. Ефесская Церковь началась при действии Божьей силы, и они продолжили существовать в Божьей силе, но им нужно было постоянно исполняться Святым Духом. И в пятой главе послания к Ефессианам апостол Павел дает очень четкое поручение. «Постоянно исполняйтесь Духом», а затем он рассказывает о преимуществах, как от этого меняется жизнь. Об этом мы и будем говорить сегодня. Мы предлагаем вам замечательную книгу «Дух Святой Ты. Могущественный туэт». Прекрасная книга. Ее стоит приобрести. Книга насыщена откровениями о дарах Святого Духа. И если в вашем сердце есть жажда переживать более глубокие взаимоотношения с Богом, вы хотите научиться слышать Его голос, различать Его, эффективно молиться, действовать в силе Божьей, эта книга станет для вас началом удивительного духовного путешествия. Эта книга укрепит вас в вере. Бог хочет, чтобы вы лично знали Святого Духа. Бог хочет, чтобы вы начали полагаться на взаимоотношения с Ним. Точно так же, как Иисус, когда был на земле, полагался на отношения с Святым Духом, и мы должны на них полагаться. Иисус нуждался в Святом Духе, как в партнере. И мы нуждаемся в Духе Святом постоянно. Мне очень нравится эта книга. Хочу прочитать небольшой отрывок, потому что он прекрасно выражает то, о чем я хочу поговорить с вами сегодня. В своей собственной жизни и служении я продолжаю узнавать, как необходимо мне сохранять близость и ежеминутную связь со Святым Духом. Насколько бы я не был хорошо осведомлен в Божьем Слове, если бы я не культивировал глубокие отношения со Святым Духом в ранние годы своего служения, я не имел бы успеха и жил в поражении. Без помощи Святого Духа я бы, несомненно, где-то по пути оказался пострадавшим. Я знаю, что это так. Ключом для меня было изучение Божьего Слова при одновременном следовании Святому Духу. Это не одно из двух. Необходимо и то, и другое. С Библией в руках, и в сердце, и с ухом, открытым к тому, что Дух Святой говорит нам, мы готовимся. Мы никогда не потерпим неудачу. Вот это да. Сила Святого Духа, наполнение Святым Духом, ежедневное сотрудничество со Святым Духом. Обо всем этом написано здесь. Я хочу, чтобы она была у вас, потому что ваша жизнь не останется прежней. Но сегодня мы начнем с пятой главы послания Ефесянам, и я буду пользоваться конспектом, потому что мне нужно многое сказать вам, и я хочу быть точным. Начнем читать с 15 стиха. Когда апостол Павел пишет церкви в Ефес, там есть проблемы. Например, в четвертой главе мы читаем о сплетни, злословии за спиной, злобе, борече в сердцах, много неправильных вещей, которые не соответствовали их духовному возрасту. Они были зрелыми, но вели себя не очень зрело. В личных отношениях у них были неудачи. И в пятой главе, в 15 стихе, апостол Павел призывает их отказаться от плохого поведения. Это неуместно. Это недостойно таких людей, как вы. Я хочу, чтобы вы изменили образ жизни, начали поступать по-другому. Смотрите, что он говорит Ефесянам, 5, 15. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Когда Павел написал «поступайте», он использует греческое слово «перипатео». «Пери» означает «вокруг», а «патео» — от слова «патос», что значит «ступать», «ходить», описывает какой-то путь. Эти два слова вместе означают «расхаживать», «ходить» по обыкновению, «вести определенный образ жизни». Итак, Павел призывает их оставить то, как они себя вели, и принять новое поведение, начать вести себя по-другому. Они должны жить по-другому, должны быть новые поступки, новый образ жизни. Он говорит «перестаньте жить так, как вы живете, как поступаете». Вы плохо обращаетесь друг с другом. Помните, он обращается к христианам. Вы знаете христиан, которые плохо обращаются друг с другом? И вот там они плохо относились друг к другу, хотя были как бы зрелыми. И Павел говорит «пора с этим покончить». «Я вас призываю перейти на новый уровень, смотрите, поступайте осторожно». Слово «осторожные» — это греческое слово «акригос», которое означает «аккуратно», «точно», «осмотрительно». Он призывает их очень серьезно отнестись к своей жизни, поведению, взаимоотношениям. Он говорит «поступайте осторожно», а затем «никак неразумные». Греческое слово «асофос». «Софос» означает «просвещенный, умный, а». «А» означает «неразумный». «Асофос». Он говорит «бросьте глупое поведение, не ведите себя как неумные. Такое поведение ниже вас. Я хочу, чтобы вы поступали как мудрые». «Поступайте как мудрые». Мудрые, греческое слово «софос», разумные, культурные, просвещенные, воспитанные, Бог призывает к более высоким стандартам. И затем Павел пишет в 16 стихе. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». «Дорожа», греческое слово «экс-агоридзо», где «экс» означает «из», «агоридзо» означает «покупать». Это торговый термин. Слово «агора» служило названием для рынка. И «агоридзо», производное от «агора», от слова «рынок». Когда эти два слова соединяются, и получается «экс-агоридзо», вот значение «покупать на рынке» или «выкупать обратно». Потому что возможно перевести как «выкупать», «идти на рынок», «выкупать обратно то, что было продано», «выкупить», «искупить», или «использовать какую-то возможность наилучшим образом». Павел пишет «дорожа временем». Он на самом деле говорит этим. «Выкупайте назад потерянное время». А как они его потеряли? Своим поведением. Потеряли возможность наслаждаться обществом друг друга, развивать взаимоотношения друг с другом. Через борьбу, соперничество, через недоброе поведение они упустили много времени, потеряли. Но теперь Павел говорит, что благодаря Божьей благодати, даже если мы потеряли время, потратили впустую, мы можем его выкупить. Выкупить обратно. Вернуть потерянное. Может быть, вы упустили время со своими родными. Не думайте, что все напрасно, все потеряно. По Божьей благодати вы можете обрести это время, выкупить его, вернуть, использовать его наилучшим образом. И Павел пишет, что потому что дни лукавы, в свете сегодняшних дней, убедитесь в том, что вы мудро поступаете и распоряжаетесь своим временем. И далее, в 17 стихе. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Нерассудительны? Еще одно греческое слово. От слова «афрон», там же греческое слово «френ», означает «интеллект», «мышление», «размышлять». И когда перед словом «френ» появляется буква «а», получается слово, которое означает «неумный», «неиспользующий свой разум», по сути, «безрассудный». Буквально, мы можем перевести так, «не будьте безрассудными». Простите меня за такие слова, но это слово может означать «тупой», «глупый». Павел напрямую говорит еписянам, «Они зрелые, вроде должны это знать». «Ваше поведение ниже вас, вы дурно обращаетесь друг с другом». Вы ведете себя не так, как должны вести себя крещенные Святым Духом христиане. Это просто безрассудно так себя вести. Это тупо, глупо, это пустая трата времени. Как мы прочитали в 16 стихе, «пора вам вернуться на рынок своей жизни», образно говоря, выкупить то, что вы потеряли, продали в рабство. Нужно наилучшим образом использовать каждую возможность и перестать быть неумным, или безрассудным, или некультурным. Это просто ниже вас. Далее Павел говорит, «Но познавайте, что есть воля Божья». Познавать греческое слово «сунеми». И мне оно очень нравится, так как оно означает складывать все кусочки головоломки. Собрать все воедино. Самая лучшая иллюстрация — это картинка пазл. Пазл, головоломка не имеют особого смысла, пока все части не собрать вместе. Одна часть здесь, у кого-то еще одна. И когда все фрагменты собираются вместе, появляется картина целиком. Но нужно сложить все элементы, чтобы увидеть полную картину. Вот что значит «познавайте». Сложите все части, чтобы увидеть картину целиком, чтобы действительно понять. Или Павел говорит, «Вам нужно увидеть всю картину того, что Бог хочет делать в вашей жизни». Не созидайте себя, не стройте свою жизнь на одной маленькой части. Соберите все части вместе, чтобы понять Божью волю в полноте. И люди мне постоянно пишут, присылают письма, имейлы, звания Ад, оставляют сообщения, и я рад этому. Возможно, у вас есть молитвенная просьба, мы будем рады вашему письму. Но очень часто люди говорят, «Как узнать Божью волю для своей жизни? Я хочу знать Божью волю для себя, для своей жизни». Наверное, это главный вопрос, который задают. «Я хочу знать Божью волю для себя, для своей жизни. Какова Божья воля для меня?» Что ж, в этом стихе апостол Павел подчеркивает и говорит прямо, какова Божья воля. В этом нет сомнений. Если вы хотите ее узнать, прочитайте еще раз 17 стих. Там написано, «Итак, не будем нерассудительны». Греческое слово «афрон» — «не будьте безмозглыми, неумными, но познавайте». Постарайтесь увидеть всю картину целиком, собрать все части, чтобы понять по-настоящему, что есть воля Божья. И далее он пишет, «В чем состоит воля Господня?» Вы хотите знать Божью волю? Вот она. Ясно и четко, в 18 стихе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Этот стих производит довольно шокирующее впечатление, потому что в фразе Павла «не упивайтесь вином» слово «упивайтесь» в греческом «мехуско», которое означает «быть опьяненным», относится к человеку, который не в меру «злоупотребляет спиртным». Именно от этого корня происходит греческое слово «пьяница». В действительности здесь написано «не будьте пьяницами», «не будьте алкоголиками». И в этом шокирует то, что выражается запрет «перестань делать то, что ты делаешь по привычке». Апостол Павел пишет «не упивайтесь вином». И вот как это звучит в греческом в оригинале «прекратите, перестаньте сейчас же, я хочу, чтобы вы перестали напиваться или упиваться вином». С точки зрения лингвистики, глядя на грамматику греческого, здесь просто написано «Ефесяне постоянно напивались, им нужно было остановиться, они вели себя плохо». Мы увидели это в четвертой главе. Горечь, обиды, борьба, непрощение, гнев, крик. Они наговаривали друг на друга. Плохое поведение. И им самим не нравилось, как они жили. Они решили пить, чтобы что-то сделать, чтобы как-то улучшить, повлиять на свое отношение к жизни. Они пили буквально, мы знаем это, глядя на грамматику греческого, 18 стих. «Перестаньте напиваться по своему обыкновению». Им было привычно напиваться. Не чуть-чуть, а они напивались. Слово «упиваться» указывает на то, что они были не в легком опьянении, а напивались. Почему люди пьют? По разным причинам. Многие пьют с одной целью, потому что хотят опьянеть. А почему обычно люди хотят прийти в состояние опьянения? Потому что в этом состоянии они ведут себя иначе. Они, возможно, даже начинают смеяться. Они в плохом настроении, напиваются, и под воздействием алкоголя они начинают смеяться, становятся беззаботными, ведут себя по-другому, когда пьяны. Они становятся смелее. Люди пьют, потому что им нравится эффект, результат. Они пьют ради эффекта. Но апостол Павел говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В этом стихе важное сравнение. Апостол Павел говорит нам, что когда мы исполнены Духом, это оказывает на нас эффект подобной воздействия алкоголя. Точно так же, как спиртное меняет поведение человека, и он начинает по-другому на все смотреть, иначе все воспринимает, иначе чувствует. Он под влиянием алкоголя. Кстати, в таком состоянии ты начинаешь видеть то, чего нет. Но под влиянием Святого Духа эффект схожий, но я называю его положительным, опьяняющим действием Святого Духа. Оно положительное, когда это Дух Святой. Под влиянием Святого Духа, когда мы наполнены Святым Духом, меняется наше поведение, наше мышление. Когда мы наполнены Духом, меняются наши чувства. В этом преимущество наполнения Святым Духом, находясь под Его воздействием. Если у вас было плохое настроение, Дух Святой изменит, меняется атмосфера, меняется ваше восприятие, ваше чувство под влиянием силы Святого Духа. Угадайте. Вы можете так же видеть то, чего не увидели бы, если бы не были наполнены Духом Святым. Открывается духовный мир, духовная сфера. Павел пишет. Не упивайтесь вином. Откажитесь от алкоголя. Если вам что-то нужно, вам нужно какое-то влияние, то лучше наполняйтесь Святым Духом. Интересно, что в греческом написано «постоянно наполняйтесь». Постоянно наполняйтесь. В наших программах мы говорим о наполнении Святым Духом, о крещении Святым Духом. Мы рассмотрели это как единичное событие, первое действие благодати. Оно начинается с первого действия. Но после мы должны постоянно наполняться Святым Духом. Именно об этом Павел пишет в 18 стихе. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь. В греческом «постоянно». Постоянно пребывайте в Духе. Не просто один раз переживите, но Бог хочет, чтобы вы наполнялись, 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 наполнялись. И мы в прошлой программе говорили, что когда мы говорим на языках, мы назидаем себя, расширяем свой объем. Мы духовно растем, молясь на языках. Приходит больше. Поэтому не важно, что было в прошлом. Если вы растете, развиваетесь духовно, молясь на языках, у вас появляется место для большего. Вам нужно постоянно исполняться Святым Духом. Вот что написано в греческом. А слово «исполняйтесь». Греческое слово «плерао» означает «наполняться до отказа, до краев», чтобы переливалось. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы не просто раз пережили Его прикосновения. Бог хочет, чтобы мы постоянно исполнялись Святым Духом, пребывали в Духе. Честно говоря, я в жизни встречал мало людей, по-настоящему наполненных Духом. Я знаю тех, кто получили или пережили прикосновения Духа, но людей, наполненных до предела, постоянно, до краев, до отказа, вот таких. Ведь Бог именно этого хочет. И апостол Павел, человек очень умный, говорит, что именно в этом Божья воля для нашей жизни. Он говорит об этом в этом стихе. В этих стихах Павел упрекнул Ефесянт за недостойное поведение, призвал их к более высоким стандартам, призвал их быть осторожными, сказал им перестать быть безмозглыми, начать использовать разум, духовно развиваться, использовать свой ум, чтобы понять, какова Божья воля. И затем он говорит в 18 стихе, «Вот воля Божья, отложите спиртное, и вместо того, чтобы пить, вам нужно изменить свое поведение, вы хотите измениться, наполняйтесь Духом Святым и продолжайте им наполняться». Вот воля Божья для вас и для вашей жизни, и для моей жизни наполнение Святым Духом. Постоянное. И, конечно, когда мы наполнены, мы говорили об этом, вы под властью. Когда вы во власти Святого Духа, меняется ваше восприятие, ваше чувство. Вы по-другому говорите с людьми. Вы изнутри меняетесь. И, следовательно, меняется то, что снаружи. Далее Павел называет некоторые последствия с девятнадцатого стиха. «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пояя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот это да. Вот поведение измененного человека, когда человек опьянен Святым Духом. Посмотрите, как все меняется. Раньше поведение было низким. Было злословие, злоба, сплетни, обиды, недобрые разговоры, но когда они исполнили Святого Духа, они начали говорить другие вещи, поменялось поведение. Они были под властью Святого Духа. И теперь вместо дурного поведения мы видим, что они назидают себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поют и воспевают в сердце Господу. О чем Библия говорит, говоря о псалмах? Это греческое слово «псалмос», которое попросту означает «петь песни хвалы». Но здесь перечислены не только псалмы, но и гимны. В греческом это слово «хумнос» «духовное сочинение», цель которого – воздать славу Богу. Но здесь названы не только псалмы и гимны, но и духовные песнопения. Это выражение происходит от греческой фразы, смысл которой – «петь песни в духе», «пение в духе», «пение на языках». Вот о чем здесь говорится. И в этом стихе мы видим, что при наполнении Святым Духом происходит переполнение. Как мы говорили в прошлой программе, «от избытка сердца говорят уста», от Матфея 12,34. Когда мы исполняемся Святым Духом постоянно, Он непрестанно течет из наших уст, и вместо того, чтобы плохо себя вести, говорить плохие вещи, говорить какие-то низости, мы переходим в другой мир, в другую сферу. Когда вы под властью Святого Духа, Он меняет вас, вы под Его влиянием, вы поете песни хвалы, гимны, духовные песнопения, вы поете в духе, поете на языках. И далее Павел говорит, «воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь используется греческое слово «псалло», которое означает «перебирать штруны». Но речь идет не просто об инструменте, а о мелодии в сердце. Речь о вашем сердце. Насколько оно переполнено радостью, благодарностью. Вы как будто играете на инструменте своего сердца, все время воспевая псалмы, гимны, песни в своем сердце Господу. И далее в 20 стихе мы читаем, «благодаря всегда», «благодарить» греческое слово «юхаристио», которое описывает переполнение чувством благодарности, потому что вместо того, чтобы быть неблагодарным, вы становитесь благодарным. Благодарным. Вместо того, чтобы думать о том, чего у вас нет, вы видите то, что есть. Когда вы наполнены Святым Духом, вы смотрите на все по-другому. И это влияет на ваше отношение настолько радикально. Послушайте, что написано в 21 стихе. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуясь» — греческое слово «хупотасо», которое означает «подчиняться», «считаться с кем-то». Когда вы наполнены Святым Духом, вы повинуетесь с радостью. Я знаю, что вы под его влиянием. Когда вы наполнены Духом, вы просто хотите подчиняться другому человеку. Вместо того, чтобы отстаивать свое, вы подчиняетесь, вы уступаете. Вот насколько радикально вы меняетесь, когда находитесь под властью, под управлением Святого Духа. Это лишь некоторые преимущества жизни, наполнены Святым Духом. И Павел говорит все это «и», «мне и вам». Отложите спиртное. Вместо этого постоянно наполняйтесь до предела Святым Духом. Когда мы исполнены Святого Духа, меняются наши мысли, наши чувства, меняются взаимоотношения с окружающими. Время закончилось. Я вернусь через мгновение и помолюсь за вас. Вы уже познали Личность и силу Святого Духа? Дух, посланный нам от Отца, есть Дух-Утешитель, Учитель и Наставник. Но на протяжении многих веков Его Личность оставалась недопонятой. Его неверно представляли и неверно толковали. Вы можете облечься силой Духа Святого и познать Его лично, прочитав книгу Рика Реннера «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Развивая глубокие взаимоотношения со Святым Духом, вы станете могущественным дуэтом, чтобы исполнить ваше призвание. Он наполнит вашу жизнь миром и научит исполняться радости. Из этой воодушевляющей книги вы узнаете, как действовать в Божьей силе, как слышать и различать Его голос, эффективно молиться и твердо стоять в вере. Прочитав эту книгу, вы узнаете, почему сверхъестественные дары должны быть неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Вы откроете могущественное действие Святого Духа в вашей жизни и жизни ваших близких. Не пропустите это специальное предложение «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Прямо сейчас зайдите на сайт iGency.org и скачайте эту книгу бесплатно. Меня зовут Джоэл Реннер и я хочу поблагодарить всех партнеров служения Рика Реннера. Ваша поддержка помогает бездомным. В мире бесчетное множество людей без крова. Жизнь и неправильные решения многим нанесли тяжелый удар. Часто, прежде чем получить шанс рассказать людям о Христе, нужно восполнить их насущные потребности. Это то, что мы делаем. Благодаря вашим пожертвованиям, мы создали возможность для бездомных людей несколько раз в неделю получать помощь и заботу. Мы предоставляем им горячее питание, одежду и медицинский уход, всем лишившимся жилья, кого только можем достичь. Затем рассказываем им о Христе. Благодаря этому проекту мы увидели потрясающие результаты и хотим сделать еще больше. Хотите ли вы стать нашим партнером, чтобы мы могли продолжать достигать бездомных? Видение, которое вы поддерживаете и которое мы стремимся осуществить, состоит в следующем. Донести Евангелие Христа и до ближайшего окружения и до краев земли. У каждого из нас своя роль. Прямо сейчас вы можете помочь людям, став нашим партнером в этой работе и поддерживая ее финансово. Для связи с нами воспользуйтесь контактами, указанными на экране и поддержите наше служение. Благодаря вам мы можем продолжать коренным образом менять жизнь людей. Я так благодарен за то, что был крещен Святым Духом в далеком 1974 году. Никогда не забуду этот день. Сила Божья сошла на меня, я исполнился Святым Духом и заговорил на иных языках. Так началось для меня новое приключение в Господе. Хочу вам сказать, это вовсе не глупо и не бессмысленно, а очень разумно, наполняться Святым Духом и молиться на языках. Но с того времени я исполнялся Духом много-много-много раз. Я молюсь каждый день о свежем наполнении Святым Духом. Знаете, у рек есть притоки, которые втекают в русло, и каждая из них делает реку шире, глубже, мощнее. Первоначальное крещение Святым Духом — первичное наполнение. Это как такая мощная река. Но по пути мы получаем еще одно наполнение — приток. Потом еще один приток. И при каждом новом наполнении Святым Духом наше переживание Бога становится шире, глубже, мощнее. Вот какова Божья воля. Поэтому не останавливайтесь на одном переживании. Вам нужно постоянно продолжать исполняться Святым Духом. Позвольте Господу добавлять духовные притоки в вашу жизнь, чтобы ее расширить, углубить, укрепить, укрепить. Напомню, что мы предлагаем вам мою книгу «Дух Святой Ты. Могущественный дуэт». Она о том, зачем нужны дары Святого Духа. Зайдите на наш сайт ignc.org и узнаете, как ее получить. Я верю, эта книга поднимет вас на новый духовный уровень. Я хочу помолиться за вас. Отец, благодарим Тебя во имя Иисуса за исполнение Святым Духом. Благодарим, что, оказываясь под властью Духа, мы меняемся. Отец, прости, что мы полагались на что-то другое, стремясь изменить свои чувства, когда Дух Святой доступен нам, готов действовать, влиять на нас, контролировать нас и делать похожими на Христа. Сегодня мы просим о свежем наполнении. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин